Долгие поиски фотографий в архивах и тщательный отбор самых интересных кадров. Все эти этапы давно пройдены. Сейчас работа находится в финальной стадии. Печати, ламинирование и фотографии для новой выставки «Здравствуй, лето», которая появится в сквере «Юность» уже во второй раз. Готовим выставку о летней здоровительной кампании в нашем городе. Мы в своей выставке покажем фотографии прошлых лет. Где-то будет стенд посвящен 60-м годам, как отдыхали дети. Потом мы покажем фотографии 90-х годов, как отдыхали дети. И два счета будут посвящены тому, как отдыхают дети сейчас. Фотографии рассказывают не только о том, как дети в разные годы проводили самые продолжительные каникулы – летние. В них передается дух прошлого, настроение лет. Многие жители смогут встретить на снимках себя. Подготовить выставку удалось благодаря общим усилиям районного историко-культурного центра, краеведов и городских образовательных учреждений. Современные фотографии предоставили седьмая и вторая школы, где период летних каникул проходит насыщенно и активно. Проблема отдыха детей, она очень серьезная. Почему? Потому что отправить детей за город или еще куда-то – это очень дорого, тяжело. И не все отправляют. Много, конечно, сейчас индивидуального отдыха в связи с тем, что есть много дачных участков и прочее. Но все-таки остается довольно-таки большая масса детей, отдых которых должен быть организован. Наверняка старые снимки помогут людям старшего поколения вспомнить свое школьное лето. У многих это самое яркое впечатление детства. Было очень весело в старое время, как я была школьницей. Очень приятно, что вы так это задали вопрос хороший. Лагеря, конечно, которые были хорошие учителя, очень добрые. Делали нам разные соревнования в этих лагерях, были здоровые. Было у нас рядом пастбище. Молоко было бесплатное, натуральное, хорошее. Наше лето проходило хорошо. Мы играли в скакалки, в футбол везде, в волейбол играли. В лагеря ездили. Я в летний период, когда была школьницей, либо ездила в пионерский лагерь, который от кокса газового завода был организован, либо в трудовой лагерь, когда уже стала старше. Выставка «Здравствуй, лето!» начнется 9 июня и продлится месяц. Приходите за впечатлениями и воспоминаниями. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное 2.